О нет, что же это? Долгожданное видео про эпоксидку. Что? Вау! Это такое возможно? Я думала, что вам достаточно, на самом деле, того, что я показываю почти в каждом влоге, как я что делаю. Но так как это все разбросано, я решила объединить это все в одно прекрасное видео и выплюнуть вам, как сладкую косточку. Ладно, это было тупо, да, на самом деле? Короче, я решила снять видео про эпоксидку и показать все-все инструменты, все штучки, которые мне для этого нужны. Опять же, я занимаюсь эпоксидкой уже почти 6 месяцев, ладно, месяца 4, так точно, потому что я не уверена. Вроде я заказывала в начале лета, где-то в середине июля мне все пришло, потому что на свой день рождения я уже была в своем кулончике. Получается, 5 месяцев так точно, да? Это 6. И у меня уже есть достаточно большая коллекция всяких украшений, достаточно большой опыт, да, так сказать. Возможно, я делаю все не так. Я не профессионал, я училась, даже не было видеороликов. Ну, были, но там особо не рассказывали, как что заливать. Я училась по инструкции, которая была написана для эпоксидки. Эпоксидки, окей. И попадались мне видео в ТикТоке, я вот это смотрела, как они делают, и запоминала. Все, больше я ничего не смотрела, ничего нигде не видела, да. Поэтому, так сказать, учила все сама. Разбирала, пересматривала с разных источников. И решила для вас это все объединить и дать вам свои плоды знания, так сказать. Хм, как я умно сказала, да. Для начала я вам расскажу, что самое главное для того, чтобы заливать эпоксидку. Знаете, я сейчас такой шутник. Для начала вам понадобится эпоксидная смола. Да вы что! Вот это да, да. Вот такая вот у меня эпоксидная смола. Опять же, ничего советовать не буду, потому что... Потому. Потому что не всем понравится эта эпоксидная смола. Они есть разных вариантов, если что, то можете гуглить. Возможно, для новичка здесь даже большой объем. Есть объемы и поменьше, есть и подешевле, есть и подороже. Это все, конечно же, ищите индивидуально. Я вообще первую смолу свою заказывала на Алиэкспрессе. Я заказывала целым большим набором. Я все эти свои вообще приколюшки заказывала на Алиэкспрессе. Потому что там заказываешь все оптом, и там даже те же формочки намного дешевле. Моя первая формочка была вот такая, да. Самая обычная. Она на Алике сейчас что-то 32 гривны. Я ее тогда по 28 гривен покупала, она была по акции. Я заказала одну. Поняла, что мне одной недостаточно. Потому что я делаю сережки, и минимум нужно две. Я думаю, а ну посмотрю у нас. Почему у нас? Заплачусь за ту доставку. Ничего страшного. 50 гривен не жалко. Я заказывала с Алика, поэтому там была бесплатная доставка. Думаю, ничего страшного. Гуглю. Я на Алике заказала за 32 гривны. Точнее тогда за 28. Без доставки. Да, ну доставка бесплатная. А у нас в Украине стоит эта формочка 200 гривен. И еще и за доставку. Я лучше месяц подожду. Да, я знаю, я жадная. Ну и что? Ничего я с этим не поделаю. Если что, эта эпоксидка стоит 300 гривен, да, с доставкой. Зачем мне покупать формочку, да, за 300 гривен, за 250, точнее, если с доставкой. Если я могу купить эпоксидку из этой эпоксидки, получается очень много украшений. Короче, тут каждый сам за себя, да, выбирает. Моя подруга заказывала, была целым набором на розетке есть. Большой такой набор там. И это тоже самое эпоксидка. Там и все формочки, переформочки. Он стоит что-то 1000 гривен. Ну, по сути, я на это все и влила. Даже 1000 гривен, может, немножко больше. Да, больше. Но я выбирала то, что мне нужно, потому что в основном в таких наборах какие-то бесполезные все формочки. И не такие интересные, как бы хотелось. Там просто обычные кружочки, квадратики, пазлики. Такое, да, себе. Поэтому я решила все заказывать сама. Я заказываю с Алиэкспресса. Бесплатная доставка. Здравствуйте, формочки там намного дешевле. Так вот, я заказывала эпоксидку. И в наборе у меня ишли перчатки, потом ишли всякие такие палочки-мешалочки. У меня осталось таких чистых четыре. На Алике тоже есть заказывать, где обычные такие расходники, да. Вот такая вот палочка-мешалочка. И там еще были какие-то палочки-мешалочки, ложечки пластиковые. Пипетки были. Пипетками неудобно, честное слово. Оно там застреет, и оно получается непропорционально. Поэтому нет, пипетки, бай-бай, говорим. Привет, шприцы. Их нужно периодически менять, потому что они все в эпоксидке, все застывают. Ну, точнее, они не застывают. У меня есть два шприца. Да, два. Два. Два шприца. Один для компонента А, другой для компонента Б. Да, берем. Я потом вам все покажу, как я это делаю, да. Сейчас не буду показывать. Так вот, нужны шприцы, нужны палки-мешалки. Ну, и из инструментов, по сути, все. Ну, еще, конечно же, перчатки. Без перчаток никуда. Еще, но это не обязательно. У меня есть вот такой вот ящик, который я отжала у папы. Здесь находится шлифовочная машина. Да, бибика, видите какая? На самом деле, это очень прикольная штучка, которая так бжижит. И она нужна для того, чтобы отполировать украшение. Например, там оно немножко вылилось из формочки. Для того, чтобы отполировать, я ставлю какую-то любую насадку, и там его... Но, по сути, это можно сделать наждачкой тот же, да. Если сильно захотеть, можно и сделать наждачкой. У меня здесь есть всякие разные формочки, ну, точнее, всякие разные приспособления. Ну, использую я в основном вот такую вот, не знаю как, палка-пропилялка, я не знаю, как ее назвать. А неудобнее всего счищать, поэтому да. Это не обязательно, опять же, но у меня эта штука есть, я ее не купила, я ее отжала. Да, но на Алике есть такая шлифовочная машинка, более примитивная, просто сразу же такой аппарат с насадкой, а не с таким чемоданчиком. Но, возможно, у чьих-то родителей есть или завалялась там где-то в гараже, то забирайте. Вот. Потом, что еще из инструментов я забыла вам показать? Мой лайфхак, да, точнее, я его увидела в ТикТоке, говорю честно. Знаете, смешивают в пластиковых стаканчиках, так как я подумала, что бегать все время за этими пластиковыми стаканчиками это не очень. Я думала взять вот такую вот упаковку рюмок, но нету нигде рюмок. Куда алкаши делись, алло? Нету нигде рюмок, есть только обычные большие стаканы, но мне такие большие стаканы не нужны, потому что я не замешиваю такое количество эпоксидки. И это не экологично достаточно, поэтому я попросила родителей купить формочки для кексов. Почему формочки для кексов? Они у меня тут все. Грязные. Не будем обращать на это внимания, их нужно просто помыть. Формочка для кексов, да? Она сгинается, правильно? Я видела, есть специальные формы для заливания эпоксидки, но они дороже, чем формочки для кексов, да? И их нужно ждать с алика, поэтому, ну, у нас в Украине таких нету. Я сказала, давайте мне формочки для кексов не пойдет. Их можно, они, во-первых, мягкие, их можно вот так вывернуть. То есть эпоксидка застывает здесь в этой штучке, формочке. И ты потом просто вот так переворачиваешь, и все кусочки, которые тут остаются, просто убираешь. И все, и no problem. Таких у меня было 6 штук. Одну я запачкала, потому что мне нужна была эта эпоксидка, то есть компонент А. А так как компонент А имеет свойство заканчиваться до такого уровня, и шприцик у меня уже туда не достает, и мне приходится выливать его в какую-то емкость, и я вылила именно в эту формочку. Как бы я не пыталась его потом загустить, то есть добавляла компонент Б, у меня ничего не получалось. В итоге мы ее и в посудомойке отмывали два раза. Но ничего страшного. Так вот, формочки, да, закончили. Для самих сережек, если вы хотите делать сережки, вам понадобится... Ну, это у меня просто шкатулка, но вам понадобятся всякие крепления. Я сейчас их покажу поближе. Вот такие крепления у меня есть, вот такие тоже на Алике. Я их заказывала достаточно дешево, то есть там 80 гривен за 100 штук. В наборе идут вот эти вот такие штучки, да, висюльки. Потом идут силиконки, это я покупала другие, да, эти у меня просто есть. И вот такие вот маленькие колечки. Но, есть одно но, они очень маленькие. То есть для некоторых украшений мне нужно и вот такого размера, да, побольше. И вот такого размера. И где там еще есть? Вот такого вот размера мне тоже нужны. Поэтому я это все заказывала по отдельности. И вот такие вот но эти я заказала по ошибке. Говорю честно, вот такие вот большие мне особо не нужны были. Но я их заказала по ошибке. Но я думаю, что я ними буду периодически пользоваться. Я заказала себе еще вот таких, потому что они у меня уже заканчиваются. То есть для чего вам эти кружочки, для чего вам эти штучки, если посмотреть на сережку, да, то... Если посмотреть на сережку, то тут видно одно колечко и потом эту висюльку. Но так как я ношу без силиконок, мне силиконка особо и не нужна, поэтому у меня их больше всего. Я их использую на подарок, эти силиконки. Да, или маме, потому что мама умеет терять. Ну или я надеваю эти силиконки на какое-то важное событие. Например, если я куда-то сильно ответственно иду, я боюсь, что я потеряю, то есть на целый день. Но в основном не теряю, хотя один раз потеряла на коврике, но мне вернули. Нашли ее, да. Даже если я потеряю, мне будет не жалко, потому что я в любой момент могу сделать себе такую же сережку. И эпоксидки уходят на сережки немного, поэтому этой эпоксидки хватает на месяца два. Но это если не часто делать. Я в последнее время не так уже часто делаю, потому что нет времени. Если вы делаете кулоны, то на Алиэкспрессе, на других сайтах есть заготовки. То есть можно делать и обычные кулоны. Сейчас вам покажу. Можно делать как такие кулоны, да, то есть просто прозрачные, просто оформленные. Кстати, этот кулон был самый первый. Он мне очень нравится. На самом деле это море, облачки и солнышко. Но есть одно но, он не до конца достыл. То есть прошло уже достаточно много времени. Я его часто носила, но он не до конца достыл. Как часто? Четыре раза? Ну, для меня это часто. И есть у меня с такой металлической основой кулон. Я его себе делала на день рождения под платье. То есть вот эти сами металлические основы, их можно покупать у нас даже в магазинах. То есть есть магазин для рукоделья. И они там есть такие, всякие основы. Я думаю, вы найдете, если очень захочете. Ну, по крайней мере, эту основу я бы покупала именно там. У меня есть покупные с Алиэкспресса формы, да. То есть я заказывала сорти, и тут нету похожих. Ну, чем-то они похожи. То есть круглые-круглые формы, форма, да. Разных размеров. Мне вот это нравится. Мне кажется, его сделать бы под какой-то образ. Не знаю, может, кому-то и подарю когда-то. Вот такой красивый кулон. И вот такой вот еще у меня есть маленький. Потом. Для кулонов вам, конечно же, понадобится хоть какая-то основа. То есть как бы ты его на себя вешал. У меня есть вот такие вот черные цепочки. Это даже не цепочки. Я не знаю, как это объяснить. Шнурки, что ли? Как-то по-колхозному звучит, на самом деле. Короче, есть у меня вот такие вот штучки. Они очень удобные, потому что я не люблю как таковые цепочки. Потому что если это бижутерия, то они очень часто запутываются. И потом ты их никак не распутаешь. Особенно если эта бижутерия какая-то супер дешевая. Ты ее никак не распутаешь. Это очень обидно. Поэтому вот такие штуки, они, во-первых, долговечные. То есть они не порвутся. Ну, по крайней мере, как их порвать, да? Порезать разве что можно. Они так не порвутся, как обычные украшения. И выглядят тоже достаточно неплохо. Особенно для кулонов. Вот. Потом у меня есть еще крепления для брелков. То есть у меня их осталось, правда, маловато. Но я думаю, нужно будет их подкупить. Вот такие вот крепления для брелков. Они достаточно хорошие. Потому что их можно повесить и на сумку, и на рюкзак, и на ключи. Потому что здесь сама вот эта вот основа крепления, она не зависит от того, как ты будешь вешать их на ключи. То есть, знаете, такие просто спирали. Их нужно обязательно на ключи. Ну, или очень сложно надеть на сумку. А эти ты можешь повесить куда угодно. Вот. Тут сразу идет колечко. То есть для них особого крепления нет. Но так как я люблю делать двухъярусный, то есть здесь основной брелок, и здесь сверху еще один какой-то маленький, маленький, типа, кулончик, типа, еще какая-то маленькая штучка для красоты. Поэтому мне нужно еще потом дополнительное колечко. Хотя, в принципе, спокойно можно его повесить и на это же сверху. У меня есть еще вот такие вот заколки. Их я тоже заказала на Алиэкспрессе. Еще летом их у меня тут достаточно много. Короче, это красивые такие формочки, которых у меня немало. И я заказала еще формочек. Ну, надо так надо, да? Еще три формочки мне едет. Они, кстати, должны скоро прийти, но я не знаю когда. Первые формочки, которые я заказывала, это были вот такие. То есть вот такая вот форма с вот такими вот украшениями, да? И вот такая вот формочка сердечко. Сердечко. Да, тоже хорошая форма, на самом деле. Мне она нравится. Потом я заказывала вот такую вот формочку. Она у меня тоже достаточно долго. Тут украшения, ну, реально большие. Но они красивые какие-то все. Вот эти вот украшения. Это чисто теоретически бомба. Да? Видите, вот это вот мое украшение. Мое украшение. Ну, это абсолютно не портит форму. Им это без разницы. То есть это портит только эстетически. Есть, правда, одно но. Формочки имеют свойство портиться в плане том, что они становятся более твердыми. И, как видите, вот даже по этой форме есть места, где она более белая. То есть это вот с этой даже больше видно стороны. Это те формочки, которые я использую чаще всего и которые немножко подпорчены. То есть эпоксидная смола как бы высушивает этот силикон и он может попортиться. Но пока что у меня все хорошо. Я заказываю вот эту формочку уже второй раз. Да? И вот это одна из самых новых. Потом у меня есть вот такие вот просто прекрасные, прелестные формочки Hello Kitty. Я их так ждала. Я их тоже заказывала на Алиэкспрессе. Они, кстати, другого качества. То есть если это какой-то просто, по сути, силикон, да, очень мягкая, то это более твердая и как будто более оригинальная. Да, то есть прям для эпоксидки. А это просто такие мягенькие формочки, но из них получаются красивые украшения. Я, кстати, когда-то показывала, поэтому я не волнуюсь. Перейдем, наверное, к моему любимому. Блесточки, красители и все-все остальное. Красители я сразу же накупила себе много, да. У меня тут 18 цветов, если я не ошибаюсь. Вот такие вот они все красивые. И тут еще вот эти. Но я скажу сразу, не все красители мне понадобились. И вот еще один, да. Я особо не пользуюсь всякими там разноцветными бла-бла-бла. То есть я не часто пользуюсь. Я беру там, например, этот синий. Все, значит, я этот синий уже не буду использовать. Хотя, возможно, мне и понадобится. Например, этот оранжевый от этого оранжевого я особо не отличаю. То есть для меня это оранжевый. Розовый от этого розового я тоже особо не отличаю. То есть это розовый. Красный, красный, зеленый, зеленый. Белый, черный. Это стандарт. Ну, кстати, я тут использовала достаточно уже много этого порошка. Но его хватает на долго, поэтому я не переживаю. Тут фиолетового тоже еще много. Синего тоже еще много. Я себе заказывала жидкие. То есть именно эти красители. Это рассыпчатые красители, которые как порошок. Но есть еще жидкие красители. Но я заказывала жидкие красители. Они мне не пришли. Я расстроена. Ну и ладно, не так уж и надо, да. Собственно, я красителями не так часто пользуюсь. Я больше пользуюсь блестками. Поэтому блесток у меня выше крыши. Тут, знаете, можно как в ТикТоке. Сейчас я подготовлю и будем снимать, так скажу, тренд. Ну что, вы готовы? Я думаю, да. Поэтому поехали снимать тренд, да? Блёски, 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 блёски. Как они это снимают? Я запутала, у меня язык запутался Короче, это моя небольшая коллекция Ну, я думаю, на месяц хватит, да? Эти блестки вообще от разных фирм Их здесь очень много на самом деле То есть вот с моей рукой, да? Они всякие разные И такие, и бабочки И вот такие всякие яркие, форменные И звездочки И в баночках, и в пакетиках В пакетиках мне не нравится Я для них хочу заказать специальный органайзер И вот такие даже для маникюра у меня есть Всякие разные, короче Я их покупала везде в разных магазинах Это, например, с Эпицентра Это из Авроры Это из Авроры Вот это из Авроры Вот это с Алиэкспресса Вот это из Авроры И вот эти вот яркие Это еще из какого-то магазина Я на самом деле не знаю, какие эти Я еще покупала в Киеве Тоже для маникюра я их брала Но использую, как видите, для эпоксидки Поэтому блесточек у меня немерено Еще для украшений вам понадобится Если вы, конечно, захотите То цветочки Я сушила все цветы сама Чтобы их все не рассыпать Как бы это сделать Вот смотрите, у меня есть всякие разные Я их поблизко показать не буду Потому что здесь есть всякие разные И красивые, и некрасивые И так дальше Вон они все находятся И листочки, перелисточки Здесь у меня даже фруктики Бусинки Вот я заказывала бусинки-смайлики Вот такие И бусинки-буковки Я заказывала бусинки-буковки Для того, чтобы выложить слово ЛОХ Но, к сожалению, слово ЛОХ У меня не получается Потому что там нет буквы Х Я не знаю, что делать теперь с этим Тут нет буквы Х Это вообще зачем я их покупала Если там нет буквы Х Ладно Зато я использую эти прекрасные блесточки Точнее, не блесточки, а бусинки Для брелков Потому что, если я делаю брелки Какому-то определенному человеку То я туда ложу букву его имени То есть первую букву Например, я делала себе брелок И у меня там есть буква Д Почему бы, собственно, и нет Это как такой именной И ручная работа Это же круто, да, на подарок Ну, и по сути все Что мне еще нужно для эпоксидки Перчатки И хорошее настроение Да, про перчатки я уже говорила Мне еще Я еще пользуюсь вот такими вот плоскогубцами Да Почему бы, собственно, и нет И я вам еще хотела показать Что у меня есть У меня есть зажигалка Да Вот Зажигалка самая обычная Всего лишь горит розовым, да Это не обязательно Не, я убираю пузырики Я вам покажу, когда буду заливать Как я это делаю Там просто, типа, так Подпаливаешь И нет пузырьков Вот это магия Я сама в шоке Я поначалу использовала спирт Но Я со временем, как использовала этот спирт Поняла, что в моем носу После того, как я пшикну спиртом Потом какие-то покалывания Я не знаю, как это объяснить Но, короче, слизистая в носу Была раздражена То есть я вдыхну этот спирт Который я распшикала И потом неприятно Ну, буквально оно там 10 минут и проходит Но все же мне больше нравится С зажигалкой С зажигалкой, да Потому что Это не требует особых усилий То есть распшикывания и так дальше Тем более зажигалку можно купить В обычном продуктовом А спирт нужно идти в аптеку Первый пункт И самый важный, да, так сказать Ну, то есть что я делаю изначально Это выкласть формочки Все, что ты хочешь Я, например, сейчас Делаю красивый брелок Для своей тети На праздники Потом, как подарю Я еще обещала с лета На Новый год Вот Я сначала тут сижу Выкладываю А потом все буду заливать Поэтому первый пункт Это создать украшения Итак, а теперь начинается Все самое интересное После того, как мы выложили Все украшения Обязательно нужно их зацепить Для того, чтобы все Красивенько рассыпалось По формочке, да Именно так и никак по-другому Итак, а теперь Берем нашу мисочку Нужно сначала Одеть рукавички Потому что Будет потом неприятно Так А теперь делаем так Компонент Б И компонент А Шприцки, да Берем компонента А Мне в данный момент Нужно где-то На украшение Полусердечка Поэтому Я набираю 2 мл компонента А Плюх И Тут по формуле Мне нужно Получается Всего 1 мл компонента Б Так как тут идет все По Один к двум Теперь берем палку Мешалку На самом деле Тут можно придумать Много чего Палки от мороженого Те же Какие-то Не знаю Силиконовые Палки для суш Да все что угодно Все что хочешь Перемешиваем Главное Помешать хорошо Итак И это Получается Последнее задание Что мне нужно сделать Это залить украшение Заливаем украшение И По сути все Потом нужно будет Дождаться Пока оно высохнет А сейчас еще Нужно убрать пузырики Потом ждем Пока оно высохнет Составляем крепление И все готово Так как это ювелирная смола Шлифовать ее не нужно Потому что Это не такая смола Которую нужно шлифовать Она уже сразу красивая Сразу Блестит И все красиво Кстати многие меня спрашивали Ну ладно Пару человек То есть пахнет ли эпоксидная смола Нет Она не пахнет Она Ну Во-первых Она не особо опасна И После эпоксидной Понятное дело Нужно Немножко проверить Проветрить Помещение Ну а если мы Заливаем в маленьких Количествах То Химикатов мало И Она Не дает Никакого вреда Для здоровья Да Поэтому Не переживайте Вонять на всю комнату Она вам не будет Если есть возможность То можно делать на улице Если вы переживаете Что она воняет Но по крайней мере У меня в комнате Она никогда не воняет Поэтому да Теперь берем Мою прекрасную зажигалку И убираем все пузырики Я поначалу боялась Использовать зажигалку Так как я думала Что я Отпалю всю эпоксидку Но если осторожно Ой эпоксидку Формочку Но если осторожно Все будет хорошо И она очень красиво Убирает все пузырики Поэтому это удобно Ну и осталось Подождать 24 часа И украшения будут готовы Если у вас остались Еще какие-то вопросы Можете задавать Эти вопросы в комментариях В следующем видео Возможно я на них отвечу Почему бы собственно и нет Ну я надеюсь Я вам была чем-то полезна Так что всем спасибо За просмотр И до новых встреч Пока-пока Пока-пока